Сегодня у нас в гостях блогер Николай Соболев и священник Павел Островский. Здравствуйте. Блин, Соболев круто спустился на канал со 187 тысячами подписчиков. То есть на самом деле, мне кажется, он здесь не попиарится, потому что, ну, Соболев сам на несколько... На несколько порядков популярнее Серафима. Вообще, в принципе. То есть пиарится здесь, это что-то было бы странное. На месте Соболева. У меня этот интерес проснулся несколько раньше, но уже после начала специальной военной операции я начал изучать историю философии, начал изучать в том числе и политическую теологию, поэтому это тема наиболее важная для меня. Вот старается, видите. Не, на самом деле я очень сильно не понимаю, какого хуя маргинал начал его прям вот разъебывать, мол, Соболев хуёво знает философию, блядь, смешно. Да, он употреблял рандомные термины из философии. Ну, давайте будем честны. Любой человек, который только-только начал читать философские тексты или хотя бы приближаться к философским темам, там, через Википедию, еще какую-нибудь фигню, он начинает именно так взаимодействовать с философией. Ну, вот простите, обратных примеров вот практически и нет. То есть, к сожалению или к счастью, я не знаю, как это тут характеризовать, да, но вот просто это принципиально. Это принципиально почти всегда так. Человеку очень трудно удержаться, остановиться, астоловисто как-нибудь, да, ну вот. И не утечь в какой-нибудь поток безостановочного, в общем-то, жонглирования терминами. Я даже более того скажу, многие люди, которые вообще философией занимаются, даже будучи студентами там первых-вторых курсов по философии, они ебать просто берут и жонглируют терминами. Ну, вы помните херон теоретика, например? По-моему, там человечек просто, ну, человек, наверное, прошаренный в философии, но вот буквально жонглировал терминами многими. Чисто по фану, у меня, кстати, до National Arts наибнулся. Так что будь аккуратен со мной, если ты. Могу я как проспансировать. Будешь афилировать лицо, замещать так, как что-то жизнь, ты как-то по-другому пошла тебе. Нет, ты знаешь, на самом деле все там будем. Мы знали, что это иноагенты, мы, в общем, мы идем, вот, мы расположены именно к аноагентам, особенно к аноагентам, ну, то есть, у нас будет отдельный вопрос на этот счет. На этот счет. Смотрите, голос сорвался. Голос сел. Порезался немножко. Вот, я просто не знаю теперь, как у нас. Ну, у вас семья многодетная, поэтому никто не заметит, что ты сел. Не сдавай сразу, будут здесь семью, будут сейчас там, это, шантажировать семью искать. Да, ну, рад только будет. Значит, вопрос следующий. У меня все-таки интервью, отец, брат. Вопрос следующий. А почему все-таки? Ты говоришь, религия, да, там, новое время, политическая теология. Ну, правда, вот такие большие вопросы, или есть какой-то у тебя прикладной свой личный интерес? Не, серьезно, я вот тотально все же не понимаю, почему Маргинал словил такой ресентимент, очень тотальный, непосредственно, Соболева. Который буквально, ну, вот, хорошо, что человек начал входить в философию. Может быть, Соболев это, знаете, светоч, который приведет большое количество людей к пониманию философии. Приветствую, Вячеслав, в том плане, что, ну, возможно, благодаря его интересу к философии, многие люди тоже начнут ей интересоваться, и это будет очень полезно, круто и классно. Вот, с другой стороны, ну, да, наверное, Соболева прям слушать тотально не стоит. Вообще никого тотально слушать не стоит, даже меня. То есть, да, нету какого-то универсального суперспециалиста, который во всем везде и круто разбирается, и вообще, да, как бы топ по всем вопросам внутри философии, вот. И в этом плане, и в этом плане интерес Соболева, собственно, к философии, это, ну, ну как, это что-то хорошее, по крайней мере, да, то есть в перспективе, в перспективе это может вылиться в некоторый такой, знаете, ну, в некоторый взлет философии. Вот. Ну, это правильно, да, Александр. Я и говорю, что, да, кого-то постоянно во всех вопросах слушать, ну, неправильно было бы. Вот. Ну, и Соболевым, Соболевым. Соболева тоже, безусловно, но он молодец, что интересуется. Смотри, есть два метода, ну, это индуцирование и дедуцирование. Вот вся наша... Бля, индукция, дедукция, индуцирование, дедуцирование, это уже посложнее что-то взять. Современная наука, например... Ну, вообще есть слово индуцирование? Ин-ду-ци-ро-ва-ни-е. Индуцирование. А, ну, есть слово индуцировать. Индуцирование. Есть сигнал. Хотя, с другой стороны, слово индуцирование действие по значению глагола индуцировать. Что-то про магнит я вижу здесь. Индуцировать. Способствовать появлению, усилению чего-либо, побуждать к чему-то, к действию к жизни. Слово индуцировать другое значение имеет. индукция нет здесь здесь слово индукция имеется здесь не индуцирование не индуцировать короче мимо держится непонятно каких основаниях и часто делает не не потребные выводы боляна ну чувства чувствуете чувствуете мой пиздюк как говорит мой пиздюк красавчик красавчик то есть он даже не сказал что наука держится чисто на индукции поэтому база как бы база но по что наука не держится на чистой индукции по факту если подумаем нормально нормально смотрите смотрите как разъебывает красавчик вот 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 ребят верится как бы батя учит батя учит народ исходя из этого например я занимался изучением когнитивной психологии нейробиологии на протяжении там полутора лет ходил и рассказывал про то что все детерминировано потому что нейроны синапс в нашем головном мозге они детерминировать но слово индуцирование дедуцирование чисто терминологически надо было бы убрать до индукция дедукция оставить значит предопределено то есть свободы воли не существует вот например такие выводы делает тот же профессор стэнфордского университета роберт сопольский где рассказывает что от нейроны вот аксоны дендриты вот одно переходит в другое все предопределено у нас нет свободы воли каждое решение оправдана внешним контекстом и так далее вот я был таким упертым материалистом был анти антитрис там атеистом в какой-то момент времени а потом начал интересоваться вопросом о свободе нашей человеческой воли более внимательно и тут же естественно вышел спектр философских знаний и соответственно там науки исследований знаний термин знаки очень 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 ресурсоемкий я поэтому его лишний раз не употреблял потому что вы понимаете да очень 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 ресурсоемки я поэтому не люблю употреблять слова философские знания вот словосочетания такое также и мне не нравятся научные знания вот ну ладно не просто меня не меня какое-то время убеждали они какое-то время убеждают всех людей пока эти люди начнут задумываться более глубоко над тем что есть свобода в целом что есть свобода в принципе и в каком случае возможно свободой в каком случае возможно умопостижение вот я познаете в каком смысле вот сейчас соболев вот уже сколько вот это это вышло недавно совсем да то есть вот соболев мне кажется реально читает философию постепенно преисполняется соболев уже умнее ларина получается да соболев умнее среднестатистического сайентиста как не видится простите простите сайентисты но соболев вас уже перегнал в интеллектуальном развитии это конец после того как начал задаваться этими вопросами начал автоматически интересоваться философскими темами и религиозными темами естественно я посмотрел практически все выпуски на вашем канале есть очень забавные есть очень смешные есть очень смешные тезисы в том числе и святых отцов вот которые тоже не иронично но чё человек начинает думать искать находит разные концепции и все остальное ну и вот мастер финал хоги еще поработать надо но это как вы знаете это уже так отшлифовать немножко чтобы чисто вот на поверхности не было видно что места местами глупость произносится да но типа дедуцирование индуцирование что вот индуцирование вообще другой термин совершенно чтобы такого не происходило да не хотелось бы мне разыграть разыграть разобрать с уважаемым полу да хорошо нет я потому что просто серьезно если вот ошибок если ошибок не будет уже в дискурсе но чисто вот таких вот терминологических уже наверное может сказать что соболев придерживается какой-то философской позиции вроде бы у него даже аргументация какая-то за этим всем стоит вот уже по семи минутам видео понятно что это как бы он не просто так сказал да вот тут может быть даже аргументация какого уровня студента философского факультета но может быть не четвертого курса и не третьего но там не знаю может быть первого уже хотя бы или второго курса я даже наверно сказал что я на философском факультете встречала людей менее заинтересованных философии чем соболев ну вот что половина людей на философском факультете это просто люди которые там оказались потому что они хотят откосить от армии а философии мне интересно во многим но буду половина вот по моей памяти по моим личным ощущениям это была половина просто ребят которые ну здесь не ради философии были какие-то там на фуфыренные девчонки все такие перераз одеты во всякие странные одеяния еще какие-то странные персонажи не знаю какие-то норкуманы алкоголики там еще были прикольные которым просто прямо так и говорили нам плевать на философию топлив на их фоне уже даже продвинулся и занял некоторую философскую позицию еще посмотрим сейчас посмотрим будут ли дальше проблемы какие-то противоречия вот какие-то еще проблемы с терминологиями полтора года изучал нейробиологию я думаю что ну как бы достаточно ли это для того что я не я иронично я иронично хотел начать защищать соболева в итоге вот видите я не иронично говорю соболев норм не на вообще интеллектуальность она на мой взгляд и зарождается изначально из того что вы начинаете рассматривать альтернативы поэтому мне как принципе кажется вот большинство соиентистов включая там панчина дробышевского да и почти всех остальных то они антиинтеллектуалы то есть они ведут антиинтеллектуальную деятельность каком-то виде в том плане что они с большим трудом могут рассматривать альтернативные позиции не буду спрашивать про твои отношения к израилю вот к николаю соболеву и не знаю его обзор о религии ты видел видел ну ты попросил я посмотрел скажешь мне понравилось потому что это это не был обзор когда человек изначально хочет просто то с него есть какой-то взгляд он хочет там залить что-то грязи и тому подобное это был вполне себе такое но на мозгах объективный взгляд на вещи со стороны поэтому это было приятно смотреть вот честно говоря я опасался потому что если такие обзоры они иногда выходят и мне мне ну бывает огромное количество очень озлобленных и узко узко смотрящих узко видящих собственно атеистов сайентистов которые прям не хотят разбираться в позиции оппонентов если соболев хотя бы я не знаю я не смотрел его обзор на религии но если это даже священнику понравилось во-первых да во вторых но собственно это ну слушайте может быть соболев даже постигает мастерство ортодоксологии частично там германевтики там да и всего остального может может быть может быть он не зря на все реально подписаны что-то почитывает что-то активно почитывает и как-то подпитывается материалами потому что но потому что ну как бы знаете на мой взгляд на мой взгляд на мой взгляд это очень как бы непростая задача отказаться от собственной ангажированности в контексте некоторых явлений то есть даже мне в контексте науки я вот максимально стараюсь быть наименее ангажированными это тяжело это тяжело да вот с учетом что как бы сайентисты постоянно в мой адрес агрят сайентисты постоянно какую-нибудь хуйню мне говорят пишут везде да такие гадости оскорбление там еще что-то и в этом плане у меня честно говоря психологически в адрес сайентистов ученых там всяких вот таких людей у меня вот ну у меня у меня глубокий негатив сформировался за многие годы прям вот глубочайший честно говоря вот я себя чисто психологически эмоционально реагировал на все это на сайентистов да вот на ученых которые так или иначе что-то вот пишут про науку и про меня например да ну я бы я просто просто матом бы крыл без остановки во всех вот забавно не забавно круто но точно опять же соболев которого убер маргинал обсирал какой соболев там тупой жонглирует философскими терминами слушайте мне кажется вот за это время за несколько месяцев он вышел вперед то есть тут как бы серьезно серьезно мне даже кажется что если соболев продолжит в том же духе он маргинала обгонит скором времени понимаю зачем вот этот эпизод с материальным воскрешением плотью кожей костями присутствовал дело в том что как мне лично кажется да хотя не могу говорить точно на такие сложные темы безусловно никто из нас не может но как мне лично кажется совершенно не обязательно быть материально воспаренным для того чтобы воскресно да и когда люди умирают например любой из сидящих здесь умрет он безусловно на третий день никуда не отлетит да и но вполне возможно будет при этом верить и родственники будут верить что он воскрес и что он продолжает неземную жизнь но вот именно этот случай неподтвержденный никакими адекватными свидетельствами может мне кажется трактоваться как некое следствие того мета магического мышления тех последователей которые также получили некое откровение некое ощущение некоторое чувство что такое мета магическое мышление это магическое мышление это склонность определенная к преданию обыденным случайным вещам некую нет неких некой придут так вообще есть такое словосочетание мета магическое мышление гуглим слушайте блять все таки у них и сейчас давайте мэра мэджик мэта мэджик мэта мэджик пусть будет а мета мэджик тэнк адепты мета магии господи мне днд выкинуло мне днд ху выкинул то там мета магия есть блять ему реально ему дата мета магия в dnds ему реально надо блять поработать с терминологией ему реально надо поработать терминологии потому что это блять кринж местами то есть честно говоря он говорит очень часто интересные вразумительные хорошие вещи иногда даже более-менее как-то пытается их аргументировать так скажем но недостаток конкретного образования в той или иной области он прям сильно виден он прям сильно виден и то что он использует и коверкает термины только так тоже соответственно видно то есть серьезно но то есть если это посмотрит образованный человек он немножко шахуеет с какой-то мета мета магии мета магического мышления вот так блять лемми проблем проблема соболева заключается в том что он вот использует уверенно те термины которые не изучил это из минусов при том что вроде бы да вот и но вместо индуктивное слово индукционное там или какое-то такое использовал да то есть у слажи у слажи как-то исправить ну и изменил термин то есть если действительно поднатаскать его по терминам было бы нормально вот просто поднатаскать человека по терминам надо вот который он использует потому что ну в интеллектуальных сообществах за это дают пизды простите да я не то чтобы хочу соболеву пизды дать и я понимаю он вкатывается только я ни в коем случае не не ругаю не осуждаю да но вот есть вам поднатаскает себя по терминам по терминам да будет круто шуя пишет чеды придумают интуитивно понятные термины походу шуя проблема заключается в том что не придумывает интуитивно понятные термины на ходу он просто он прочитал термин магическое мышление хуёво его запомнил и потом подумал блядь а наверно это магическое мышление почему-то вот и все видимо это как-то так у него в голове сложилось это большой минус потому что тебя слушают люди которые реально этими термины употребляют вот допустим смотрите вот посмотрят это видео какие там панчанцы но любители панчина фанаты панчина да послушают они просто охуеют ну во первых в начале он в антинауку пошел в антинауку пошел да то есть наука не так уж и достоверно и тем более они не просто наука одна из отраслей биологии там какая-то нейрошизика вот эта особая да какая-то из нейронаук он сказал ну там есть о чем подумать и я ушел философию все блять все панчинята они просто жопы взрываются там и так далее а потом собственно начинается метамагическое мышление индукционизм там какой-то еще что то то есть очень велика вероятность что до особо либо все эти люди просто ну назовут ну дурачком к сожалению хотя говорит он ну как мне кажется правильные вещи мне кажется на уровне содержания но не на уровне доказательства а на уровне содержания он усвоил много интересных идей и он действительно думает и человек действительно ищет что самое главное да и понятное дело что одним таким заходом всю философскую терминологию не только философскую не охватить но не охватить тяжело это все охватить это слишком трудно да для одного сознания сколько соболев этим занимается несколько месяцев вроде бы то есть ну за несколько месяцев взять и охватить все вот это вот ну вот эту громаду тотальную тяжело более того чтобы термины использовать грамотно надо говорить с людьми которые используют да чтобы их использовать в тексте нужно научиться общаться с людьми которые тоже используют эти термины в том же самом контексте постоянных повторять ну и например если бы соболев со мной общался и был бы он мне там скажем другом да так скажем я бы ему сказал может быть просто магическое мышление почему метамагическое откуда ты взял метамагическое так бы раза два три он бы сказал метамагическое постепенно бы исправился и все ошибки бы больше не было он там написано он удивлялся не верю своих соотечественников и не сделал там ни одного чуда да только из цивил некоторых он не сделал ни одного чуда мне кажется это не только подопричать что они не верили а в этом не было бы никакого смысла вообще не хотела делать никаких чудес но то есть все требовали чудес то что раз ты мессия пожалуйста докажи как либо и сейчас также звучат эти тезисы если существует господь да пусть докажет свое присутствие и обычно святые отцы на это отвечают но нет да твоя истинная вера должна направляться внутренним чувством внутренним диалогом ты должен открывать это в себе и здесь я вижу противоречие что в наших блин по факту он реально больше шарит за христианство чем панчин давайте да давай давайте просто пометим вот карандашиком что вот на мой взгляд соболев за последнее время превзошел панчина ну конечно не в области биологии безусловно в области биологии нет но в целом превзошел панчина то есть у панчина тоже никакой логики но в среднем нет но то есть это не аргументативная дискуссия это понятно да то есть человек излагает в свободном формате формате так скажем эссе импровизации ряд своих убеждений да ну по крайней мере целостно пытается это делать в этом весь панчин приблизительно тоже в этом пока что весь соболев ну ладно соболев путает термины это как минус панчин тоже путает термины иногда но реже на самом деле да с другой стороны у панчина есть другая проблема в отличие от соболева он не справляется с важнейшей задачей с пониманием концепции особенно особенно оппонент особенно оппонент спасибо за донат если понять что это все постепенно развивалась первая была мысль с которой я вообще для себя решил верить мне или не верить первая была мысль это то что значит верить выгодно это то что если я умру я был верующим а потом я ошибся и оказалось то что вера нету то я не обломаюсь паре паскале да 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 известно да хотя я паре паскале говно сарян паре паскале кал паре паскале узнал после потом так еще числа зума а смотрите как я умею паре паскале говно основная ошибка паре паскале заключается в последнем пункте если бога нету но мы принимаем христианство но по паре паскале мы мало чем жертвуем но и все типа нормально ну окей на самом же деле мы жертвуем вообще буквально почти всем нашим материальным миром почти всеми нашими удовольствиями нам нельзя секс нам нельзя чревоугодия нам нельзя изменять своим женам хотя очень хочется допустим да или же не хочется мужу изменить очень хочется да но приходится вот ради бога терпеть мы себя ограничиваем в общении в своей природе себя ограничиваем так скажем грехованный да в той природе которая в христианстве считается греховный по-хорошему если мы хорошие христиане мы должны себя очень сильно ограничивать в разных аспектах так можно потом покаяться так покаяться или она да искренне вы должны сожалеть о том что вы хуйню натворили и по-хорошему вы как бы не должны всего этого повторять или а покаяться это не просто я пришел там изнасиловал всех детей убил всех стариков там до съел там женщин и так далее так далее так далее а потом пришел к батюшке я покаялся и ушел чтобы быть разбойниками за пять секунд до смерти покаяться надо искренне испытать покаяние понимаете в чем дело в чем разница хотелось бы 20 да я понял но хотелось бы вот этот блок по крайней мере с моей стороны закончить вот на следующем наблюдении вы сказали что ветхом завете некоторые чудеса могли происходить потому что с точки зрения бога те люди готовы были бы их принять у нас есть два варианта либо они буквально происходили так как описаны потому что людям вообще если так подумать было бы неплохо ну как неплохо плохо неплохо без разницы похоронить меня со всеми вот этими книжками включая мои собственные капитал маркса вообще все все там томики маркса взять их принять либо их буквально не происходило это метафоры но в таком случае если мы подвергаем то сомнению то сомнению мы должны подвергнуть и все остальные вещи которые могут восприниматься буквально могут метафорически в том числе и воскрешение христа удар тезис о том что господь во времена ветхого завета спускался к людям то что они были к нему готовы он не релевантен почему потому что и в наше время существует большое количество святых отцов и вы отец павел которые мне кажется могли бы пережить и могли бы воспринять вот это снисхождение господа и как не на самом деле давайте так серьезно отметим мне кажется соболев растет на интервью собчак он просто буквально сыпал рандомными терминами из философии без остановки давайте будем честны да то есть когда он беседовал собчак он просто хуярил там вот вот просто вот нагромождение из неизвестных ему терминов здесь он строит довольно сложные большие предложения но может он христианстве просто неплохо разбирается тут еще относительно этого важно заметить да свободно на эту тему рассуждает приводит примеры из библии но иногда у него термины в виде мета религия возникают ну давайте а сколько процентов они от общей речи занимают вообще ничтожно вообще чуть-чуть ну вот мне кажется мне кажется соболев реально за последние месяцы просто прокачался прокачал интеллект прокачался философии стал сильнее ну вот респект да и долго он плакал все вышел там с горячей едой да а господь уже наши исчез я просто к тому что во-первых все-таки таких ярких за всю историю вот который даже библии описаны ярких явлений гост вообще было так более гнев он начал изучать философию понимаете сам судя по всему вряд ли у него в окружении прям многие люди начали реально изучать философию пресса неблагопа он начал он и вот гегеля читал то есть видно что он читал гегеля но либо знакомился с гегелем по книжкам каким-то да и более того прогресс виден более гнев это самое важное да то есть они просто сидит деградирует и продолжает просто вот вот джонглировать терминами вот но при этом всем ну вот да прогресс произошел респект это очень хорошо смотреть как человек прогрессирует вот реально человек прогрессирует маргиналово ругал просто как чему просто тупое абсолютное животное изображал а на самом деле ну знаете произошла просто обычная вещь практически любой человек когда начинает знакомиться с философией сталкивается с огромной бездной терминов начинает употреблять их в рандомном порядке вот почти всегда кто-то на этом уровне останавливается и навсегда продолжает просто комбинировать термины некоторые просто любят к нормальной адекватной речи добавлять кучу разных терминов понимаете да вот а вот у соболева вот ну вот он пока постепенно постепенно продвигается он постепенно продвигается ну и это хорошо это хорошо дальше может быть еще лучше будет то есть тут как бы знаете судя по всему соболев увлекается философии не больше года давайте так я перед тем как поступить вас в магистратуру я увлекался философии активно три года изучал готовился к поступлению и так далее так далее так далее то есть это было не просто чтение ради интереса это было три года просто тотальной подготовки я учился в одном вузе и параллельно просто проходил всю программу которую мне на спбгу могла бы пригодиться для поступления чтобы уделать маги на поступление магистратуру студентов которые учились в спбгу в этой самой бакалавриате понимаете я уделал их как бы и я и худел вообще-то и то же самое с аспирантурой вот особо лев но он как бы год в свободном для себя режиме занимается философии не знаю может быть он заказал может быть курсы типа знаете интроверта не интроверта всякое может быть по факту всякое может быть но вряд ли что-то из курсов интроверта можно прям тотально кто-то нормальные наверно курсы там можно многое выделить наверное но все равно с одних курсов ты многое не запомнишь да и надо как-то всю информацию в общем-то нормально работать в лес гавто сало можете прогуглить так вот стопали в этом плане заказа год работы за год даже меньше года работы он проделал хорошую 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 работу молодец респект соболеву соболев молодец соболев справился с поставленной им же собственно задачей ну по крайней мере продолжает с ней справляться дальше лучше шат кто круче я или соболев соболев говорит лучше ильяс понимаете то есть у соболева изначально есть навык хорошей речи он даже у него хорошая риторика у него хорошая сильная риторика и поэтому он даже хуйню какую-то бывало просто несет с такой уверенностью и так складно и ладно что человек не знающий ничего философии поверишь что соболев шарит вот то есть у него на уровне риторики мне кажется дано он местами лучше меня даже смотрите я ведь горе ну вот это вот все я задумываюсь вот на такие вещи вот постоянно делают у меня здесь риторика хуже чем у него даже как вы понимаете кто умнее пукич или николай соболев ну пукич блин умный нормальный пукич это нормальный образованный челик который просто деградирует исходит с ума понимаете сейчас то есть в то время как пока пукич движется ко дну соболев движется к совершенству шея пока что пукич наверное все таки знает намного больше философия особенно лучше оперирует логикой соответственно да то есть в дискуссиях наверно пукич все же сильнее пока что по крайней мере ну для дискуссии не только навыки риторики нужны к сожалению хотя пукич тоже умеет кричать как свинка да громко 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 и уверенно так что в этом плане может быть местами он мог бы и соболева подавить все сами визгами вот но пукич пока что наверное все таки оценивается мной умнее более того у него в области философии таких вот общих каких-то познаний у более все структурировано и полное и так далее но соболев дело но соболев начинает свой путь это прекрасно это прекрасно пути что уже сколько лет сколько лет он уже всей этой хуйней занимается 2015 год до 2013 даже наверное в 2013 поступил слушать о пукич философии занимается столько же сколько и я наверное ну шуя наверное круче хотя соболев на мой взгляд проявляет ряда признаков плюрализма то есть это тоже интересно плюрализм довольно интересная штука не надо и давайте тогда то есть скорее всего соболев изучает философию самостоятельно не систематично и с учетом что он за несколько месяцев совершил довольно большой прогресс это очень круто нередко самостоятельно изучение философии скатывается просто шизофрению но у многих у многих такое бывает у многих такое бывает многим людям не хватает систематичности чтобы самостоятельное образование потянуть невозможно объяснить и потому что на по типу но мне не хочется знаешь вот вот здесь и вот здесь я связан тем то что сейчас тоже люди будут смотреть чтобы я не сказал все неверующие да они скажут ну там это все понятно конечно я я прекрасно для меня это знаешь это примерно как есть сейчас начну тебе рассказы почему не жена любит то есть для меня жена и любой жены ко мне это очень большое сокровище до доказать никому о том что мне жена любит я не могу и сейчас начнут доказывать во-первых то будет нечестно по отношению к жене и как бы и она обидится и вообще это будет как странно до конца да блин я боюсь шея если бы соболев заметила сказал да я бы хотел шадовом затусить я бы с удовольствием его позвал а так я это я чмоха мне как бы знаете мне даже кажется какой-то популярности чрезмерно побаиваюсь может быть хотя вроде бы и стремлюсь и вроде бы побаиваюсь у меня такая диалектика здесь получаются борьба раба и господина единство противоположностей хрен знает ну если соболев когда-то в мой адрес проявит какую-то активность мол там не знаю лайкнет где-то что-то где-то от комментирует я возможно предложу ему что было явно что он меня читает он подписан на паблик но это вообще ничего не значит хотя он сейчас вроде даже озвучил какую-то мысль в начале правоту индуктивности все такое да которая схожа с теми мыслями которые я озвучиваю относительно науки в этом плане мне кажется он прочитал все-таки у меня это возможно но я бы хотел каких-то четких оснований чтобы сомнений не иметь в том что соболев обо мне в принципе наслышан и не против выступить на канале где почти нихуя нету подписчиков но по сравнению с тем что у соболева конечно другой вариант это пантеизм бог есть все если мы обращаем внимание например на единство только лишь тогда только на всеобщее мы можем подумать что все есть бог опять же где здесь место для свободы воли не совсем понятно такие авторы как барух спиноза например или другие авторы детерминисты они эту свободу воли практически исключали они прилагали виртуозные усилия для того чтобы как-то обосновать что мы детерминированы но при этом у нас есть какая-то на кончике своя свобода воли это очень сложно дальше что у нас есть блять смотрите как они нахуй загрузились ебать ебать как же соболев топит красава ну свобода это осознанная необходимость он это имеет ввиду вот как же он силен как же он блять силен ребят смотрите смотрите как он про около такую религиозную теистическую философию рассказывает христианам они такие есть если мы рассматриваем грино за по теме было ну плюс-минус плюс-минус контексте можно попробовать доебаться к свободе но типа свобода осознанная необходимость все дела как бы но это и так можно понять как соболев это выразил пойдет с натяжками вот эту вот структуру замаза самозарождающуюся у нас есть атеизм то есть вот этот классический материализм например что материя слушатели еще год еще год и он будет круче убер маргинала возможно но особенно с учетом что маргинал деградирует основным атрибутом который является движение сама сложилась случайным образом и получились мы для меня это звучит абсолютно безумно и абсолютно бредово потому что что являлась первой причиной движения материи почему вдруг у нее есть такие атрибуты и что же это за материя такая которая случайным образом складывается вот в это что мы видим здесь случайным образом получились мы разок не сойдет с ума пока мне кажется он наоборот ум постепенно тренирует вот как то так вот маргинал не тренирует маргинал поэтому деградирует бухает бухал по крайней мере бухает сейчас не знаю но отбухал занимается преимущественно политотой не рассуждениями и мышлением а вот какой-то политотной дресси не занимается в итоге маргинал стремительно деградирует а соболев стремительно довольно таки на самом деле выстраивать свое мышление рассуждающие об этой материи и снимающие себя на камеру выкладывающие себя в интернет как-то странно складывается и стоит отметить что в чистом виде атеистов материалистов ну их практически не встречает ну это хуйня вот эта хуйня вот эта хуйня вот эта хуйня николай вот эта хуйня давайте не будем такую хуйню нести и атеисты в чистом виде встречаются то есть люди которые отрицают существование богов и материалисты встречаются то есть да которые отрицают существование идеального. А еще есть диалектические материалисты. Да, это особые люди. Здесь можно поспорить, насколько они чистые материалисты, но они думают, что они реально чистые материалисты. Так что тут такое, да, но проблема-то заключается в том, что среди материалистов даже, ну, наверное, до сих пор большинство это не диалектические материалисты, а всякие сайентисты, натуралисты. Атеисты. Вот эти вот современные наши, научные. Так что даже сейчас, наверное, среди материалистов большинство, ну, таких чистых материалистов. Хотя это надо считать. Хотя это надо считать. Поэтому Соболевым трудно согласиться и даже, наверное, фактически невозможно. Он, наверное, сейчас еще скажет, что потому что там все атеисты агностики, но это так не считается, потому что теизм, атеизм — это позиция в области метафизики и антологии, а, собственно, агностицизм — это история познания. Это разные категории вообще, в принципе. Есть вещи, которые только приходят со временем при наличии должных усилий. Вот. И в этом смысле как раз критическое мышление, определенный скептицизм, он как раз очень важен как раз в начале вообще духовного пути, да и в конце тоже. Ну, неожиданно слово вера вообще как бы не исключает некоторую степень сомнения. Тупые, тупые саентисты, простите, да? Простите, что всегда употребляю это словосочетание, саентисты, но честно. Многие из вас, ну, реально просто пиздец какие тупые. Тупые саентисты — это прям даже это разновидность саентистов, даже большая их часть, наверное. Так вот, тупые саентисты хотят себе монополизировать сомнения вообще в целом, отобрать его не только у верующих, а вера, она как бы подразумевает возможность сомневаться. Вера не равно знания, да? То есть вера-то она в том и заключается, что у вас есть место для сомнений некоторое, чтобы не до конца не полностью уверены, что у вас есть возможность как бы еще, как бы, ну, не принято, ну, как не то, чтобы не принять. Короче, есть труд, трудности некоторые. Там, сомнению, там, или я хочу, не хочу разрушать веру в сверхъестественные вещи. А почему вы не разрушите веру? В чудеса? Я считаю, что это практически необходимо, потому что не у каждого человека есть время, как у меня, например, сидеть и каждый день об этом размышлять. А на протяжении месяцев, может быть, даже лет... Ну, на самом деле, если он реально месяцами над этим размышляет, вот вам и секрет прогресса. Вот вам, ребят, пример, да? То есть вот если хотите сравнить, что бывает с человеком, который не изучает философию, который изучает, сравните Соболева в три момента времени, до того, как он начал изучать философию, то есть любое видео до этого. Потом возьмите интервью Собчак. Собчак, да? Там Кринге. Там Кринге, соответственно. А потом возьмите вот это интервью. И вы поймете, что бывает с людьми, которые изучают философию. Вот вам приблизительно картина, как люди умнеют. И мне лично кажется, что отношения вот тех людей, которых мы перечислили, также там Николая Солодникова или там Маэстро Панасенкова, который также, к сожалению, совершенно не проникает. Да, Панасенков-гений. Тут я не сдернулся. Я не знаю, смотрели ли вы передачу с Панасенковым на Кшкурирующий. ЧБД? Нет, не верю. Он выступал, так же, дебатировал со священником. Ну, это интересно. Что надо смотреть Панасенкова, ЧБД? Это, конечно, это шикарно. Это, конечно, это, наверное, лучше. Мне кажется, что даже для этих людей, если бы была проведена очень конструктивная беседа... А тут проблема основная... На самом деле, отчасти, мне кажется, основная проблема заключается в том, что современные атеисты, они очень неплохо осознают, что их главный оппонент это все же христианство, ну и ислам. Но при этом пытаются прикрыться бесконечным, ну, конечным, да, тысячами других религий, поменьше, и сказать, о чем мы все их должны изучать, что ли. Это серьезно, отчасти, немножко забавно. Потому что, на самом деле, если вы считаете своим главным оппонентом христианства, надо действительно направлять свои ресурсы против христианства. И не выдумывать ничего. Ну, например, не знаю, организовать адекватную критику, например, того же Аврелия Августина. Why not? Ну, его читать надо, в этом, наверное, проблема. В этом проблема. Не хочется читать Аврелия Августина. Сложно. Понятное дело, что для того, чтобы, ну, совсем, ну, уж тотально опровергнуть христианство, надо и всех святых отцов побахать, хорошо прочитать. И Фому Аквинского, и всех, собственно, последователей томизма, и современных теологов. Ну, это уж совсем серьезная дискуссия, знаете ли. Знаете ли, я предлагаю начать с малого. Я предлагаю начать с малого, начать читать Августина, ну, и Фому Аквинского. Вот хотя бы, да. Две книжки буквально можно у них отобрать, самые важные. Собственно, Исповедь Августина берем. Особенно не всю. Всю можно не считать. Разрешаю не считать всю. Почему? Потому что там начало, это, ну, не про философию. Вот. И Фому Аквинского сумму теологии хотя бы фрагментами. полистать, потому что иначе, ну, как бы, не по ней понятно, о чем вы дискутируете. Ну, да, можно, да, вот именно концовку исповеди, потому что там вначале реально исповедь. Там вначале реально исповедь идет. Ее неинтересно опровергать. Вот. То есть в этом плане, в этом плане, в этом плане действительно было бы круто, если бы атеисты современные, научные такие вот, серьезные такие, крутые, да, научные атеисты наконец-то уже научились бы критиковать, собственно, христиан. Ну, окей, Александр, да. Тогда действительно надо читать Златоуста, вот, действительно. Так сегодня самые разумные люди чаще всего-то и не верят. Да, они думают, что они не верят. Вот в этом парадоксе. С чего ты взял, что они разумные? С чего ты взял, что они не верят? Многие разумные люди, называющие себя атеистами, на самом деле являются наиболее верующими людьми, потому что отсутствие веры. Александр Панчин, например. Александр Панчин, Александр Панчин не знает христианства. Да, да. Но Глитов на него говорит очень много. Ну, да. У Панчина есть такая проблема. И все ему об этом говорят, даже скептик Александр Шадов, который не является знатоком христианства и ни в коем случае на это не претендует, замечает, что Панчин даже на базовом уровне, ну, блин, нет. Сколько советовали? Сколько советовали Панчину? Ну, уже, ну, подучи уже, ты, блядь, это христианство. Ну, прочитай ты. Ну, прочитай ты. Скоро закончится. Ну, прочитай ты там отцов церкви-то, ну, Ну, ты же понимаешь, это же, ну, нехорошо, когда ты не понимаешь, что ты критикуешь. Ну, как бы, ну, возьми ты уже книгу-то, это твоя, одна из, один из главных твоих противников, это религия, как бы, ну, возьми книгу, ну, давай, ну, ты сможешь. Просто возьми, возьми эту книжку, братишка, давай, ты справишься. Я понимаю, да, дальше тебя мы заставим еще книжки астрологов брать, социоников и всех остальных, да, это будет очень тяжело, я понимаю, да, это дорога в никуда, дорога в попытку доказать все свои подъебы к разным, в общем-то, вещам вокруг, да, к разным вот вещам, которые, с которыми ты не согласен, да, это, это трудный путь, действительно, вот, действительно трудный путь, придется реально готовиться к дискуссиям. Я, я охуеваю, да, это сложно, конечно, это очень сложно, это не иронично трудно, брать и готовиться, просто брать и готовиться, это, блядь, это, блядь, невозможно, наверное, наверное, не, ну, нахуй, лучше даже не читая Википедию, выходить и из своих стереотипов вещать о тех или иных, в общем-то, религиях, астрологиях, говнологиях и так далее. Панчин действительно не разбирается в вопросах теологии, потому что у него есть, это называется, зачем ты про это говоришь? зачем ты про это говоришь? Ну, потому что это классический сиентизм, это бич эпохи модерна, это эпоха, в которой мы поставили себя во главу и отбросили все другие роды причин, вот, бля, слушайте, слушайте, круто, как же, как же он крут, вам не кажется? Который вот, слушай, все, мы заканчиваем, после Соболева я не чувствую кринжа, так, да в смысле не чувствуете, по-моему, Соболев в этом, в этот раз выступил вообще шикарно, красавчик, чуть-чуть поправить, удалить минуту, минуту кринжа, на два часа, на два часа чистого времени кринжа было минута где-то, да, вот, короче, Соболев, краш, молодец, крут.